Всем привет! Я Сергей Шмырин, директор компании Теплофисухов. Неделю назад мы презентовали на выставке Акватерм специальную систему. И сегодня, не прошло и недели, мы покажем вам пошаговый монтаж в зимних условиях и результат этого монтажа. Что же это такое? Что же мы презентовали? Всем известно, что такое Басту. Это вентиляция бани. Все знают, что есть на рынке и трехконтурные дымоходы различных производителей. Но мы подумали и объединили систему Басту, вентиляцию Басту, с трехконтурным дымоходом в одном узле. Называется узел проходной вентилируемый, который соединяет все эти системы. Дополнительно, специально готовый к установке ППУ с утеплителем. И когда мы все это соединили, у нас получилась законченная система. И мы сегодня вам хотим показать. Мало того, что показать, прямо по шагам. Итак, баня сруб. Все еще делается. Печка будет стоять. Атмосфера. Прометал. Это коллаборация получается? Получается. Дальше что пойдет? Дальше пойдет ППШ. Вау. Известнейшая вещь. Причем ППШ крашеный будет. Черного цвета. Под цвет печи. Очень хорошо должно смотреться. А дымоход? Дымоход. Какой марки? Дымоход. Затем пойдет шибер. И пойдет узел проходной вентилируемый из 430 стали. 0,8 внутри. Этого вполне достаточно. И трехконтрольный выход вверх. С установкой тис-вент под отделку. Хотя баня срубовая. Из бревна. Дальше будет отделка. И вент будет спрятана под отделкой. То есть не будет в бане никаких труб. Ничего. Металла. Стандартное решение. Печь. ППШ. Вентиляция в стене. И все это должно работать. А теперь переместимся в парную. Поехали. Ну вот. Здесь будет парная. Давайте посмотрим на нее. И познакомимся с теми людьми, которые будут ее делать. Это сруб. Здесь будет чердак. Здесь будет проходной узел тис-вента. Здесь будет стоять печь про металл атмосфера. И как вы видите, здесь вентиляция уже заложена. Это не теплые полы. Это внезапное решение дизайнера поставить сюда батарею. Вы первый раз такое видите. Часть тис-вента уже здесь. Ее принесли. Полки будут вот здесь. Я надеюсь, что вы увидите уже финал работы. А может и не увидите. И давайте познакомимся с человеком, который будет монтировать все, что касается дымохода и вентиляции. Антон, рассказывай, что в планах. Здравствуйте. В планах сделать здесь шикарный объект. Все правильно сказали. Здесь у нас была стоять печь атмосферы про металл. Вентиляция все подготовлена. Будем ставить систему дымоотведения. Тепло-фисуха. Это экспериментальная система, которую мы хотим прославить, потому что она действительно должна работать. Куда ты будешь врезать ее? Где что будет расположено? Ну, наша система дымоотведения пойдет по проходу перекрытия, то есть по чердачному помещению. Этот узел будет на чердаке. Примерно наполовину у нас выйдет на чердак. Все остальное останется в помещении. Будет стоять ППШ, пароиспаритель. Мы его заведем в печь, чтобы создать парной максимально дисперсный мелкий пар. Ну и чтобы человек послаждался этим. Что касается кис-вент, вот это все дело, да, мы уже привезли. Вентиляция у нас встанет в данный угол, то есть напротив тритока кислорода с улицы. Так называемый мокрый угол, диагональ от печки. Самый дальний угол от печи. Там, где потенциально может скапливаться влага, но тут батарея стоит, тут точно ничего скапливаться не будет. Да, все правильно. Вмонтируется частично в бревно, после чего, естественно, это все зашьется вагонкой и мы увидим просто поток. То есть бревно вы будете штробить или не будете? Да, конечно, будем штробить, будем утапливать вентиляцию непосредственно в бревно. Ну, 3-4 сантиметра, это будет хорошо. Когда все смонтируется, вентиляция, система дымоотведения, мы будем ее подключать к нашим патрубкам. К нашим патрубкам. За счет чего она будет работать, и тяга будет более усилена за счет прогрева и высоты трубы. Дальше, возможно, думаю, что да, мы подключим также второй патрубок к мойке, для того, чтобы у нас там было всегда тепло и сухо. Класс, мойка это здесь будет. Так, ну вот, собственно, моечное помещение. И моя задача, Талина, все для тебя снять по шагам, чтобы ты мог это все дело повторить. Кстати, здесь еще и обливное устройство. Это ливень от ВВД? Да, он самый. Ну, а теперь я хочу сделать на широком кадре просто обзор этого всего помещения, чтобы ты увидел все как есть до начала работы. Прежде чем начать, что где как ставится, хочу представить тех, кто будет делать, кто за что отвечает, ну и заодно рекламу им сделать. Вот. Вдруг тебе впервые нужен монтаж бани или отделка бани? Как найти? Здравствуйте, меня зовут Антон. Мы называем себя Дыммонтаж Сервис. Нас вы можете легко найти по номеру телефона 8952-325-1178, почта безумов.собакаяндекс.ру. Всегда рады. А инстаграм есть? Заказчикам. А инстаграма нет? А ссылки какие? Сайт? Группа ВКонтакте Дыммонтаж Сервис. Значит, он там снизу будет, ребят, присобачен. Ты, за что твоя зона ответственности? Моя зона ответственности это установка печи, это кладка портала, установка кис-вент, ну и, соответственно, все это дело подключить, дать дыму. Коллега, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Занимаюсь я здесь отделкой, уже финишной отделкой, по деревяшке в основном. Компанию никакую не представляю, являясь частым лицом. Работаю по сарафанному радио, так сказать. Не знаю, что... Контакты свои дашь? Телефон продиктуешь? Контакты все по сарафанному радио. Не дашь. Нет. Стесняка. Настал следующий день и посмотрите, будем по шагам показывать, что сделано. Сейчас делается пропил кровля болгаркой. И вот стоит часть дымохода. Начну сверху вниз. Это отвод 45 градусов сэндвич, который воткнут в специальный модуль, который засасывает через гофру, которая будет проходить под кровлей. Вот вы видите, направляющую. Вот здесь вот будет кровля. Вот так вот идти. Вот сюда будет вставляться гофра. Идти под чердаком в мокрый угол, где уже стоит вытяжка. Вот она. Здесь все сделано из нержавейки. Соответственно, ржаветь здесь не очень. И весь влажный отработанный воздух будет затягиваться вот сюда. И дальше выходить на улицу. Вот вы видите контур, через который будет как раз вытягиваться отработанный воздух. Здесь проходной узел через чердак, который состоит... Смотрите, базальт, следующая прослойка. То есть сначала прослойка, извиняюсь, воздух, потом базальт, потом БСТВ, потом базальт. И здесь тоже будет все проложено базальтом. Уже под финиш. И потолок защищает также вот базальт. Базальт и лисминиерита там еще внизу. Еще и лисминиерита будет внизу. Теперь спускаемся и смотрим, что идет по дымоходу дальше. Вот модуль. Его длина метр практически. Дальше переход на монотрубу черную. Цвет от черного внутри нержавейка. Заслонка. И черный ППШ. Ну, а дальше атмосфера. Теперь, как бы, просмотрим нашу централь, куда она будет стыкаться. Вот сюда вот. Вот такую конструкцию вы знаете. Она крепится не прямо к дереву, а через прослойку, которая идет в комплекте. Это фольга с базальтом, чтобы дерево не гнило. И скотчем заскочил он этим, как его, алюминиевым. И крепится вот на из нержавейки такие дужки. И саморезами туда за саморезом. Да, вот у нас остался один удуль. Вот. Так вот сделан. В принципе, хватит на любую баню с высокими потолками. Вот плюс полметра трубы у нас с вами осталось. Поэтому это вообще идеально. Пусть лучше, как говорится, останется, нежели чем не хватит. Логично. А сколько в наборе было таких вот? Ну, вот у нас получается раз, два, три, четыре модуля. Это непосредственно самой прямоугольной трубы. Два тройника, да, назовем их, с переходом в диаметр, в сотку. Здесь у нас уже подключен конденсат, отвод стоит, да, у него там уже своя резьба. Пока мы все так оставили, потому что еще не финиш, это все будет дорабатываться. Соответственно, верхний выход из прямоугольника в диаметр, там мы поставим отвод на 45 градусов, чтобы мы не уперлись в стену, и уже гофры подключимся непосредственно к самому каналу. Да, и соответственно у нас этот весь воздух сперва пойдет через низ, через низ он будет опускаться вниз, и только потом он уже с вами по второму контуру воздуха внутреннему, он пойдет уже непосредственно на улицу. За счет этого у нас, я считаю, что все будет на 110%. Увидимся теперь на следующий день, когда будет сделана система. К сожалению, остаться до конца отделки парной я не смогу, но продолжение видео о том, как вся парная отделана, я надеюсь, будет на канале Теплов и Сухов. Ссылка на него снизу. Мы же будем проверять, как работает вытяжная система, когда будут топить печь. Ну, я надеюсь, Сергей Геннадьевич приедет и сам все увидит, и приедет не один, а со специальным прибором, который измеряет скорость потока. А если он его не найдет, будем зажигалкой замерять вот здесь вот, тянет, не тянет. Но мне интересно, вот что покажет крыльчатка. Все, увидимся через секунду. Давайте еще клапана надо было показать. Кого показать? Клапана. Как клапана забыли? Да, конечно, у нас в комплекте идут уже клапана от производителя, естественно, да, то есть... Завинчивающие. Да, завинчивающие. Ну да. То есть и спокойно поставятся. О, как положено. О, супер. Все, увидимся через секундочку, когда все уже будет тут готово. Третий день. Все готово. Итак, вставлен проходной узел второй. Вот первый, я его показал. Второй сделан по-серьезному. Присоединена гофра. Заизолирована. Заизолирована. Так. Чтобы не было конденсатора. Так. Здесь мы поставили заглушку уже, чтобы проверить, есть ли естественная тяга или нет. У нас есть два прибора и где-то была зажигалка. Итак. Прибор вот этот вот прям серьезный-серьезный, а этот не серьезный. Серьезный прибор. Ничего не показывает, но до уши вплотную ставили. Все уже в начале. Прежде чем снять, проверили. А вот этот вот прибор отклоняет. То есть все-таки поток воздуха есть, даже когда печь не нагрета. Дальше. Дальше будут вопросы к тебе. Готов отвечать. Готов отвечать. Когда мы с тобой вместе снимали ролик на выставке, там были уже к нему различные комментарии. Ролик там снизу, ну ролик о комплекте. Сказали, вот здесь пойдет сырой воздух внутрь дымохода. Он весь загниет. Ну как он может загнить? Вентиляция просто вынесет в атмосферу и все. Воздух этот. Как он может загнить? Ну, правильно. Атмосфера нагреет. И в атмосферу... Внутренняя труба. Внутренняя труба устроена. Нагреется. Усилится конвекция. Покажем внутреннюю трубу. Вот внутреннюю. Этот зазор. Сюда будет попадать кондиционный воздух. При нагревании внутренней трубы конвекция усилится и весь влажный воздух выбросит в атмосферу. Если... Не в атмосферу печь, а в атмосферу воздушную. А здесь будет точка росы наверняка. Точки росы здесь не будет. Не будет. Надо определиться, во-первых, что такое точка росы. Точка росы не имеет одинаковых всегда константа. Константу не имеет. Это всегда разное соотношение температуры относительно влажности и температуру поверхности. Я к чему спрашиваю? Может быть здесь образование влаги? Зимой после бани, через сколько-то часов, ледовая корка? Это зависит от того, что баня промораживается, либо не промораживается. Если баня не промораживается, есть подогрев, то откуда здесь корка возьмется? Если возьмется корка, то при растопке следующей печи она растает, по идее? Ну, она стечет вот в этот узел. Здесь две крышки. Первая крышка, вторая крышка. Это несущая, это изолирующая. Ну, попадет сюда, там все герметично. Две, три, восемь капелек попадет сюда. А внутренние трубы, вот уже теплые. Все, она уже... Если бы там была вода, начало испаряться. Теплые, вот я чувствую. Она просто через пять минут после растопки печи, через десять, там никакой влаги концептуально не может быть. Так, давай покажем, чем заткнули ту сторону, или ничем не затыкали. Какой стой? А вот этот вот выход. А вот я не знаю, заткнули или нет. А его не заткнули. Заглушку. Его нужно поставить заглушкой и его использовать. Либо брать воздух с чердака, либо дополнительно развести в данном случае, например, во влажное помещение, помывочное. И чем лучше циркуляция будет во влажных помещениях в срубе, тем лучше. Во как. Так. Для дерева. Еще вопрос. Допустимо ли провисание вот этой магистрали на тягу не повлияет ли? Если я скажу монописуально, ничего страшного. Ничего страшного. В общем-то... Конечно, можно выровнять, это же не сложно. И нужно здесь обязательно заизолировать. Я не обратил внимание. Здесь нужно заизолировать этот гофрокороб. Не гофрокороб, гофрошланг. Гофрошланг. Да. Так. Пока мы с тобой... Минучку. Обычный УРСО и 11-й, 15-й. Завернуть ее желательно, чтобы УРСО было фольгировано или какой-то материал. Пока мы с тобой общаемся, кто-то напроказничал. И поджег-то кипячь. Вот видите, только что подожгли. Поэтому я и удивился, когда ты сказал, что дымоход горячий. Мы же просили не поджигать. Ну что, подожгли и подожгли. Я уверен, что печки от этого ничего не будет. Да я уверен, и дымоходу вряд ли что-то будет. Какая отличная коллаборация. И печки ничего, и дымоходу ничего. Так, засечем время. Допустим, 5 минут назад подожгли. Ну-ка. Все точно. Так. И попробуем посмотреть, вдруг прибор что-нибудь поджигает. Покажет. Вот этот. Надо вверх заткнуть. Надо вверх заглушить. Да, вверх надо заглушить. Пока ничего не показывает через 5 минут. Сейчас будем заглушать вверх. Шумел ППШ. Сейчас ставят заглушку. Прошло 2 минуты. И смотрите. Прибор заверещал, лопастями закрутил. Скорость показывает. Сейчас, сейчас. Заглушку убрали. Сейчас. Во, я даже вижу, когда заглушку убирают, он не сосет. А как вот заглушкой балуются. Заглушку поставили. Оооо. Поперло, да? Поперло. Вообще. Класс. Так, а что покажет прибор фиговенький? Мой. А мой прибор настолько фиговенький, что ничего не показывает. Ну, потому что его самый дешевый. О. Ни хрена себе ничего не показывает. Поперло? Да вон, лопасти крутятся. О, тоже показывает. Странно. Я его на аналогах испытывал. Ну, на аналогах вентиляции он ничего не показывал. А тут показывает. Пипец. А дайте, пожалуйста, зажигалку. Хрена себе. Сдувает. Сдувает. Офигеть. Так, давай покажем, что мы там часы не переводили, ничего не делали. Так. Вот. Видите? Только вот разгорелись. Офигеть. Класс. Не скажи, что они там не все еще занялись. Да не все занялись. Ну, крутяк. Тут что-то поставили. Заглушечку. Да, вот это вот. От вот этого канала. Так, сейчас еще попроверяем. Ну что ж, я взял прибор, который измеряет температуру. И мы видим следующие параметры, что температура на монотрубе сейчас 220 градусов. Рукой там не держись. Опа! Рукой держится. Почему? Потому что температура на дымоходе, в подчердачном помещении, человеческая 36 градусов. То, что вы видите на гофре, она блестящая, поэтому вряд ли тут правильная температура. А дымоход-то у нас черный, с него правильно все снимается. Вот, рукой, спокойно. И давайте посмотрим, как изменяется температура на черном дымоходе. Печка серого цвета. Все правильно. 200. Температура на дымоходе монотрубе 200. Там, где переход, смотрите, от красного в темноту уходят. Ну, там 60 градусов. Ну, тепленькая такая, тепленькая. Она больше излучением от печи уже начинает нагреваться. Видите, как интересно. То есть, вот здесь вот уже все, температура падает на 100 градусов. Вот это отметки. Так. 60 градусов, и дальше температура падает до 37 градусов. Ну, что, дымоход безопасен. Поздравляю. Отличнейшая вещь. Кто физику не понимает, еще раз расскажу. Снизу засасывается воздух. Влажно идет по трубе. Попадает вот в этот вот модуль, который стоит в перекрытии. Охлаждает перекрытие. И дальше еще больше уходит туда в трубу. И, короче, если у тебя баня с чердаком, это, ну, единственное, наверное, условие. Баня с чердаком. Да. И все, у тебя безопасный домоход. Есть вариант уже, пока вот я здесь отдыхал в выходные, придумал, как без чердака это сделать. Это уже в следующем видео. Анатолий, я бы попросил тебя здесь снять. Она реально холодная здесь. Да я верю. Да нет, с тепловизором она... Ну, держи она сам. Держи камеру, сам показывай туда. Так, вот в этом месте, вот она здесь, прямо когда входит, видимо, максимальный поток. Здесь идет максимальный поток. И вот видно, что она просто холодная. Здесь температуру комнаты. Температуру, вот видно, вход узла в изоляцию, он просто холодный. Потом, конечно, он нагревается, но сейчас он холодный. Я чувствую. Тут у меня рука горячее, чем узел вентилируемый в самом низу. Это у нас прошло, ребят, полчаса с момента растопки печи, кстати. Мне можно слезать? Да. Отлично. Вообще замечательно. Офигенная вещь. Поговорим про домоход. Вон он. Что там за такие интересные выступы? Вот смотрите, значит, сам зонд имеет выступ, который мы видим, под дефлектором. Для чего? Под ним, под этим выступом, в трубе есть специальные технологические отверстия, через которые, собственно, и происходит выброс отработанного воздуха. К чему это приведет? У нас всегда свежий воздух, а в парной или в других помещениях, плюс, этот дефлектор никогда не будет в сосульках. Весь излишний воздух, он же теплый, горячий, он будет все топить, что бы сюда ни попало. Он всегда будет чистый, красивый, как новенький. Как вчера с производством? Не будет ли образовываться ледяной корки? Ледяной корки образовываться не будет. Если по какой-то причине вдруг будет образовываться, вот этот отработанный воздух растопит все. Он будет чистый, он будет нагревать ее. Но вот не сажей, да, он просто ее растопит. Крышка, сама крышка, она всегда теплая. Всегда теплая. В обычном сэндвиче она не такая теплая, а здесь же выходит воздух. Я думаю, надо поговорить о бизнесе. Как купить, где купить, комплектом ли, или по единичным модулям. Как планируется все это сделать? Все очень просто. Все три изделия, все три комплекта отдельно можно приобрести. Отдельно узел проходной вентилируемый, отдельный ППУ утепленный и отдельный АТИС-Вент. Для того, чтобы можно было подобрать конкретному бане, конкретной печи то, что подходит. Сейчас я включу режим интересного комментатора, который пишет мне вопросы. Сколько стоит? Где купить? Ну, на память я не помню сколько. Я знаю, что на сайте можно обязательно посмотреть в разделе каталог. Ну и, конечно же, спрашивайте у наших дилеров. На наших дилеров уже продукция. Поехала! Ну, а окончить ролик я хочу в следующем. Я хочу включить широкий формат, чтобы ты еще раз убедился в том, как это вообще ставится, делается. То есть широкий формат позволит нам охватить максимальный объем помещения. Еще раз вернемся. Бутылку шампанского будем разбивать об дымоход. Об дымоход? Да. Или об печь? Нет, об дымоход. Но об дымоход, об дымоход. Мы подарок вручили владельцу. Под ТРЖ, да. Абсолютно не скромный. Наш традиционный метный ковш. Итак, здесь будет душевая зона. Именно поэтому второй клапан не закрыт. Мы его закрыли заглушкой от вентиляции. От второго клапана пойдет сюда тоже вытяжка. Заходим, смотрим. Печь. И вот она вся система, которую ясно, понятно и все видно. Куда уж проще. Потолок будет вот здесь вот. То есть это все зашьется под потолок. Ну что, посмотрели. Спасибо атмосфере за тягу и тепловую Сухову за банный настоящий домоход с вентиляцией. Класс. А это подарок хозяину.